Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Тема сегодняшнего разговора достаточно сложная и, как говорится, неоднозначная, но не говорить об этом нельзя. Обратная сторона благотворительности. Как отличить нужду от иждивенчества? Где вот эта грань ответственности? Как это определяют фонды? С чем они вообще сталкиваются в процессе своей работы? И как это влияет на подопечных, которым действительно нужна их помощь? Наши гости сегодня это Наталья Лихошерстова, директора благотворительного фонда «Счастливые дети». Добрый вечер! И Ольга Абанцева, пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро24.ру». Да, Оля, здравствуй! Добрый вечер! Ну, вообще, давайте сразу определимся, что такое благотворительность. Есть вот просто... Любую ли помощь можно считать благотворительностью? Ну, давайте договоримся, что благотворительность – это то, чем ты можешь поделиться. Если... И причем поделиться с удовольствием. Если ты можешь поделиться своим временем, ты можешь быть волонтером. Если ты... И ты участвуешь в благотворительности. Если ты можешь поделиться своими какими-то профессиональными навыками, ты также можешь помогать и участвовать в благотворительности. Если ты материально можешь помочь, и для тебя это не обременительно, Ты участвуешь в благотворительности. То есть благотворительность – это то, чем ты можешь помочь с удовольствием другому человеку. Благотворительность уже для вас – это работа. Для нас это работа. Мы не благотворители. Мы сотрудники благотворительных фондов. Мы организаторы благотворительных процессов, благотворительных акций, каких-то мотивирующих текстов. И, естественно, мы те люди, которые рассказывают, как правильно благотворить и как правильно благодарить. Почему важно делать это правильно? Я веду к тому, что к заявленной теме обратная сторона благотворительности. Потому что сталкиваемся, и часто это в прессе появляется, когда и люди пожертвовали, вроде кому-то на помощь, и все были счастливы. А потом выясняется, что все не совсем так. А потом мы видим, люди, которые просили помощи, выкладывают фото с ресторанов, с устрицами. И вы понимаете, что не все, наверное, так плохо, как заявлялось. Или люди просят немножко больше, чем хотелось бы. Или непонятно на что. И вроде бы есть, например, ребенок, который нуждается в лечении в ком-то или в помощи, а родители или опекуны начинают как-то, не хочу говорить сейчас, мошенничать, но как-то использовать эту ситуацию. Вот с чем конкретно вам пришлось столкнуться, и как вы из этого выходите? У нас очень много интересных случаев, но давайте даже не про эту ситуацию, а про то, с чем мы столкнулись в последнее время. Когда люди жертвуют и потом просят вернуть деньги. Вот это самая такая необычная сейчас какая-то ситуация. Это прямо часто, это стало тенденцией? Я не могу сказать, что это тенденция, но я пришла сюда именно рассказать об этом, чтобы это не стало тенденцией. То есть если человек решил пожертвовать в фонд, а фонд это очень важно, мы потом, когда будем говорить именно о, знаете, есть такое выражение «защита от дурака», вот это именно фонд. И человек решил пожертвовать, но потом, видимо, как-то он поменял и просит вернуть деньги. Вот у меня огромная просьба, если вы решили пожертвовать, вы, пожалуйста, потом не просите вернуть. Почему? Потому что мы, конечно, все вернем, но любая бухгалтерская проводка стоит денег. И мы, возвращая вам, плюс еще, собственно говоря, несем расходы. А могли бы потратить на какое-то другое дело. А вот в плане какого-то человеческого общения, вот были такие случаи, как вы сталкивались с нечестностью? Потому что мы все видели в соцсетях какие-то сборы, люди, если это как-то талантливо написано, да, люди откликаются, а потом узнаем, что это мошенники. Как вы определяете? Вот человек реально уже живет за счет какой-то помощи? Именно для этого и нужны благотворительные фонды. Потому что у нас с годами, тем более с опытом нашему фонду, например, 11,5 лет уже, да, и мы, конечно, набили в начале своего пути, когда не было столько обучающих программ, когда не было такого взаимодействия с коллегами, когда в любую минуту можно попросить совет, понять, разобраться в ситуации. Конечно, у нас есть эти шишки и банки, которых нет у человека, который в социальной сети читает призыв о помощи. Этот человек не может даже задать вопрос, правильный вопрос, там, а на что вы потратите деньги, на какую реабилитацию. Даже если предоставят документы, как ты поймешь, что они вот не распечатаны из интернета вообще. Ты не поймешь, если у тебя нет насмотренности, если у тебя нет экспертизы, если ты не знаешь, у каких экспертов, кого задействовать, чтобы спросить. Более того, родители, не всегда родители, вот то, что, о чем вы говорите, там, хотят мошенничать или еще что-то. Но многие родители в нашем случае, например, это когда лечение тяжело больных детей, конечно же, ищут волшебную таблетку. Мы же со своей стороны настроены на то, чтобы максимально рачительно потратить пожертвования. Мы знаем, как эти деньги тяжело достаются нашим донорам. Неважно, это медсестра, которая пожертвовала 50 рублей, да, или это предприятие, которое пожертвовало 500 тысяч рублей. Там труд каждого сотрудника, это очень важно. От клинира, там, уборщика, шофера и так далее, до генерального директора. Это все очень ценные деньги. И поэтому, получая заявки и счета, мы максимальную экспертизу подключаем, чтобы эти деньги были потрачены рачительно. Вот. И, естественно, мы запрашиваем все справки о материальном доходе, чего не делает жертвователь, просто прочитав в социальных сетях прекрасную, печальную, удивительную историю. Мы запрашиваем все справки, мы смотрим на наличие автомобиля и его марки, потому что, да, иногда так бывает, человек жертвует, а потом смотрят, люди с ребенком-инвалидом катаются на автомобиле, который, в общем-то, стоит того лечения, на которое они просят. И мы вот такую экспертизу и человеческую, и экспертную, ну, как бы, специалистов подключаем, делаем, и приходим к какому-то результату. И я думаю, что это гораздо более проверенный, более адекватный способ, чем пожертвование на какую-то печальную историю. А вот смотрите, часто приходится ли вам отказывать, и по какому поводу вы это делаете? Вот, чтобы понимать, как вообще выбрать? Это ты, получается, сидишь, как Господь Бог, да? И вот этому дам, а этому не дам. Это сложный момент. Нет, здесь, в нашем фонде это немножко по-другому происходит. Когда у нас какой-то случай, когда мы определяем, чем мы можем помочь, ведь мы сталкиваемся с очень обширными моментами. И когда мы подключаем для решения той или иной ситуации человека, мы подключаем другие фонды. Поэтому мы смотрим, а в каком месте мы можем помочь, что мы можем как фонд сделать для того, чтобы человеку это было во благо. Но при этом, конечно, мы смотрим моменты такие, знаете, ну, этические. Ну, вот была ситуация, когда женщина очень сильно просила о том, что вы привезите, вот нам нужны продуктовые наборы, там, и так далее, и так далее. И когда мы приехали, мы увидели, что фактически вот не от хорошей жизни, но она живет за счет вот этих вот продуктовых наборов от разных фондов. И когда мы объясняем, а может быть... И, собственно, это уже основной источник вообще. И это уже, да. Это прямо вот так организованная жизнь. Вот я ровно про это говорю. Вот это ситуация. И мы, опять же, это тоже не от хорошей какой-то истории жизненной. И мы смотрим, мы чем можем помочь для того, чтобы человек все-таки занял, ну, такую социально ответственную позицию. Потому что у этой женщины есть дети. Но момент, который, конечно, у меня вот специалист фонда, но она просто пришла и руки опустила. Когда вот эта мамочка звонит, вы знаете, вот у меня дети, я не могу выйти. Вот у меня такое... А у меня воду отключили. Вот воды-то нет. Мне специалист говорит, если нет воды, будет подвоз. Так не может быть, чтобы отключили воду и нет подвоза. Говорит, нет, нет, ничего нет. И у меня специалист все хватает, берет, закупает воду, на себе это привозит, открывает женщина. Счастливый говорит, слушайте, а ведь вы были правы. Воду-то подвезли. Ну, я уже вас подождала. А у меня человек вот просто из последних вот тащил вот эту большую бутылку с водой. А мог бы в это время искать средства на программу «Хочу на ручки», например, да? А как избавиться вот от этого иждивенчиса? Это же уже такая позиция. Человек-то, который этим пользуется, ну, я подозреваю, что ничего в этом такого страшного и не видел. Уже человек так привык. Ну, видишь, Оль, наш фонд, мы оплачиваем реабилитацию и лечение, там, препараты, ТСР, да? Я не могу сказать, что у нас иждивенчество процветает в фонде, потому что у нас просто нет такой опции. Мы не собираем какие-то вещи, ими нельзя платить реабилитацию. Но мы отказываем, во-первых, по территориальному принципу. Дело в том, что наш фонд ограничен Сибирским федеральным округом, мы очень маленькие, а помощи нужно очень много. И поэтому мы не можем помочь людям из Читы или из Чечни. Это раз. Во-вторых, конечно, у нас есть градация набора. Скажем так, мы берем в приоритете у нас набор «Красноярские дети», потому что основная масса наших жертвователей живут в Красноярске. И даже если огромное количество заявок, например, из Алтайского края, мы понимаем, что наши жертвы здесь и сейчас. Здесь и сейчас, и, конечно, они пожертвуют красноярскому ребенку. Мы вынуждены, ну, то есть это информационное поле, к нему чутко относиться. Потом мы отказываем волшебным таблеткам, шаманству, да, каким-то методикам, которые мы не считаем доказательными. Или после экспертизы, опять же, приходим к выводу, что на них неорочительно тратить средства. Сейчас хотим приготовить вот с Екатериной Клочковой некий такой перечень, на который будем опираться. Ну, буквально чек-лист, чтобы родителям говорить, что, ребят, вот на эту реабилитацию мы точно собирать не будем. Как, например, ну, вот на дельфинотерапию не собирают фонды. Ну, я правду. В Индии специалисты такого же мирового класса могут сделать это за 25. Естественно, в целях рачительности мы предложили, что да, мы можем работать с таким счетом. Он тяжелый для наших жертвователей, но мы можем попытаться. Родители предпочли Израиль. Ну, вот мы с этических соображений не можем жертвователям, когда есть альтернатива, собирать сумму практически в два раза больше. Это причина отказа, да. У нас остается буквально, к сожалению, минутка. Можно еще вот буквально. У нас разные фонды, и наш фонд как раз, он сталкивается с моментами, которые связаны с ежедневенческой, потому что мы решаем большую социальную проблему. Это помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. И вот уже вырастая, скажем так, уже взрослые люди, вот эта ежедневенческая позиция, которая сформирована годами, когда ребенок находится в казенном учреждении, ну вот это вот факт, это то, с чем мы работаем, и мы пытаемся людей вывести в социально активную позицию. Вот очень коротко последний вопрос к обеим гостям. Какие законодательные инициативы, может быть, нужны в помощь? Потому что я понимаю, что часто стопорят вашу работу какие-то, просто наша неграмотность, как вот жертвователей, так и людей, которые обращаются в помощь. Я коротко отвечу, потому что недавно вот во время акции «Дети вместо цветов», когда моя подруга, уважаемый врач, предложила провести ее в своем классе, один из родителей обвинил в том, что он каким-то там вором-мошенником деньги вообще, левой тете, левой тете. И, как правило, такие люди просто никогда не читали законодательство о благотворительности и о добровольческой деятельности. Нашего законодательства хватает на то, чтобы вести деятельность честно, с проверкой всех органов, и жертвователям тоже нужно его изучать. Жертва не только деньгами, но и мозгами, и немножко времени. То, с чем мы начинали. То, с чем мы начинали. Ну что, спасибо большое. Я напомню сегодня зрителям, что мы говорили про сложные моменты в работе благотворительных фондов, и сегодня нашими гостями были Наталья Лихошерстова, директора благотворительного фонда «Счастливые дети», и Ольга Абанцева, пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро24.ру». Спасибо большое, что пришли и про это рассказали. Надеюсь, эта информация будет для многих полезной. Это была программа «После новостей». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова